всем привет ребята канал осязаемая музыка выходит в эфир в 2023 году первый раз в этом году канал осязаемая музыка выходит в эфир вот ребята ну что целая неделя целую неделю уже прожили в 2023 году как у вас дела ну я думаю на самом деле по большому счету то ничего ни у кого не поменялось не изменилось но тем не менее пишите как вам первая неделя вот уже первую неделю отработали но может кто-то отдыхал у кого-то отпуска в общем пишите все в комментариях ну а сегодня мы начинаем наконец-то видос видос у нас сегодня будет обзор легендарного диска плюс две распаковочки у нас сегодня с вами в общем не пропустите распаковочки будем как-то в процессе или в конце или в середине в общем где-то ну и поговорим мы сегодня ребята о группе фейтлэс английской группе почему сегодня но во первых перед самым новым годом по моему умер вокалист данной группы да да кстати говоря вот фейтлэс фейтлэс это группа многие может быть до сих пор не знают там было четыре сначала человека потом три я живу то в 95 94 шестом году когда начали вышла песня insomnia с целыми до полу так назывались я думал что фейтлэс это вот именно этот вот черный парень который вот и говорит в принципе нам вот диджей такой ли кто он там да но нет фейтлэс это не он черный парень там maxi джесс к сожалению вот перед самым годом он ушел в мир иной вроде я думал сразу сделать видео про фейтлэс вспомнить макси джесс но что-то я как подумал блин у всех праздники на носу ну блин не будем говорить о грустном поговорим уже потом но вот сегодня все-таки решил напомнить фейтлэс поговорить о группе фейтлэс и о первом альбоме reverence вот этом вот диске вот тут руки и часть лба макси джесса а чего он умер я так и не понял вроде как ду умер дома спокойной смертью там а я что за причина но может быть болел наверное он уже не молодой был 60 чем-то ему было лет вот ну знаете вообще вот фейтлэс такая команда скажу вам честно у меня вот есть вот этот альбом в коллекции больше нет ничего и мало того я больше ничего и не слышал кроме еще одной песни гарри за диджей классный трек этот диск у меня очень давно а слушать я его начал вот последнее время вот что-то меня тортуло да а там как бы был мне как бы нравится здесь это конечно insomnia это охранительный трек он не нравился и раньше но он был наверно самый известный из этого альбома ну вот в принципе я как-то особо его не слушал и честно говоря я когда его заказал давным-давно да да я ну давно прям я даже буклет и смотрел буклет я посмотрел буквально наверно не знаю в этом году образно там ну а буклет крутой ну как-то вот фейтлэс ну фейтлэс вот insomnia мне раз don't live да вот хороший такой вообще как бы немножко выбивается из стиля альбома вообще это какой-то вот для меня это ну что хаос ну какой-то психоделический хаос там я не знаю сделала музыка дико круто и вот знаете я хочу сказать что вот если как говорят что если ты купил какую-то аудиосистему ну то есть да там надо ставить еллу и слушать как же она звучит вот я могу сказать что не обязательно ставить именно еллу можно поставить вот этот диск фейтлэс музыка здесь сделано очень круто ведь все опять же все российские диджеи все мировые диджеи потом с них слизывали вот эту подачу именно как они делали эту музыку музыка была сделана круто и да еще раз напомню что фейтлэс это не макси джаз не этот черный парень который мы видим в клипах а это четыре человека сейчас я вам сразу достану буклетик он вообще в идеальном состоянии игры его один раз доставал для меня по-моему тоже никто не доставал идеальный буклетик сразу с буклетика начнем вот эти вот четыре человека вот он тут такой темным пятном макси джаз и еще четверо еще трое я не не шибко помню их имена но благо остальных благо они написаны в буклете это джейми като а вот sister bliss вот ее я точно помнил да и ролла вот об этих я так понимаю что ролла наверно это был такой идейный вдохновитель насколько я знаю насколько я знаю не помню а знаю а вот sister bliss я думаю она как диджей в общем пишите в комментариях я знаю что на канале есть фанаты вот именно такой электронной музыки я думаю фейтлэс в том числе так что пишите вот и я заодно почитаю фейтлэс начал слушать вот последнее время хотя диск давно а слушать начал последнее время этот альбом очень мне зашел кстати тут опять же на моем панасоники который я приобрел в конце прошлого года pmx 90 все вы увидели этот обзор я думаю бред ребята звучит фейтлэс ну просто бедово я вообще не понимаю зачем какие-то колонки шкабеля покупать там позолоченные толстые тогда я что-то усовершенствовать реально небольшие деньги блин но система звучит фейтлэс вообще крутая муза звучит офигенно кстати говоря я сейчас задумываюсь как бы может быть мне и второй альбом приобрести тоже потому что ну гад и за диджей ну просто шикарный трек нравился тогда помню девятый год напомните мне девяносто восьмой в каком он там вышел наверно в девятом а вот для меня вот я говорю я даже не слушал второй альбом но настолько фейтлэс немножко был от меня далек какой-то красный диск красивый а у меня кстати да тут есть разные версии этого альбома выходила сначала в 96 году потом меня это переиздание какого-то 2000 на какого-то блин 2001 года переиздание спешил и дыши дыши фишин эксклюзив рэмиксы но на самом деле рэмиксов здесь немного всего два это рэмикс на простите на сэл вами и естественно на инсомню ну вот тогда уже был выбор значит я вот даже где-то в начале двухтысячных вот я и его и цепанул не боялым не помню не найди сколько еще я так посмотрел что есть такое есть двумя рэмиксами и как-то вот он у меня лежит вот такой вот диск красненький мне нравится сейчас особенно вот слушать вот кстати может быть кто-то тоже не проникся когда-то тогда фейтлэс да вот под диском картинка та же что и на обложке альбома кто не проникся может быть фейтлэс тогда ну рекомендую вам вот взять и послушать фейтлэс сейчас начните с первого альбома ну как бы начала а еще такой интересный факт ну я как бы это знал давно я где-то случайно в интернете давно где-то или в журнале или может даже в журнале типа браво в журнале в каком-то давно наткнулся помните все наверно песню эминема стэн там эминем фичинг дайдл ну типа дидл по-русски да дайдл песня называлась стэн вот это дайда пела припев потом у нее были сольные треки а на самом деле она вот здесь на этом альбоме и на последующем альбоме она во многих песнях точно сейчас не скажу на каких именно но вы можете слышать ее голос может быть вот здесь будет кстати да написано так сразу не увижу но вот дайду вы можете слышать и здесь эту вокалистку кому нравится дайда может быть не знаю что она здесь сейчас здесь не написано ладно ну я думаю посмотрите на дисковсе там то ту же википедию зайдите там должно быть отмечено в каких треках поет вот именно дайда голос дайда присутствует но и фанаты фейтлас вы можете меня в под видео сразу в комментариях и собственно говоря и написать в каких треках голос дайда с этого альбомом люди могут услышать так что вот такой альбом давайте покажу вам как выйдет книжка книжки зима такие поставили по старину как старые фотографии такие ну бедово бедово все оформлено да вот он макси джесс который ушел в конце прошлого года с этого из этого мира дальше идет джейми като и sister bliss и ролла я понимаю что ролла было не такой идейный вдохновитель ну поправляйте меня в комментариях пишите кстати сколько у вас к в коллекции дисков группы фейтлас если у вас этот альбом да может быть у вас есть только 2 это вообще все пишите и вот фанаты электронной музыки какой из альбомов вы считаете самым сильным может быть я прислушиваюсь и может куда там четвертый и кому там альбомов 9 вообще вышло потом они распались насчет количества альбомов я могу ошибаться потому что я говорю я сейчас вот не почитал не ничего не почитал по памяти говорю по моему альбомов 9 у них было в общем пишите в комментариях какой альбом фанаты вот особенно да может большие любители фейтлас есть на канале пишите какой альбом считаете вы самым сильным и я тоже обязательно его оценю потому что это ну ну да надо будет на чем оценить только ну может быть с каких-то флагов потому что вот единственный диск фейтлас у меня в коллекции но конечно опять же да ну макси джаз вот этого черного парня фейтлас которого я думаю что это фейтлас вот есть фейтлас черный парень да конечно не вложили у них огромный вклад в танцевальную электронную музыку просто вот в 96 они выпустили insomnia шикарная музыка шикарный трек я говорю многие копировали не зря потому что вот кто не слушал рекомендую очень вот для любителей особенно кто любит электронную музыку вот этот диск я думаю должен зайти еще раз говорю что проверить аудиосистему не обязательно на еллу можно и на фейтлас тоже ну вот как то так да такой небольшой коротенький то что вот от меня лично вам так мое отношение к этой группе вот я говорю сейчас я начал слушать чаще и думаю может быть прикупить второй альбом почему второй ну потому что там гады с диджей ну трек ну просто шикарный там такая мощная музыка но и здесь тоже конечно не менее мощная очень крутая insom мне очень нравится вообще insom я по-моему там какой-то трек был каких-то там препаратах типа там ну каких-то препаратах и был скандал в общем по этому поводу в англии наверное кстати говоря он там в и в америке этот альбом он не зашел ну может быть зашел как-то очень мало а вот в англии естественно него платина и в каких-то там еще европейских странах типа там германии там наверное швейцарии золотой статус альбом имеет европе альбом был популярен ну вот такой альбом вот фейтлесс макси джаз к сожалению любитель человек любитель гонок был до спортивных машин ушел из жизни и почему не понятно но что есть то есть вот так вот закончился 22 год такой потери ну 23 год уже на носу уже целую неделю мы в нем прожили но сейчас ребята давайте к распаковочкам распаковки у меня лежит одна две посылки одна со среды у меня лежит специально для вас другая для четверга вот два дня подряд мне залетели две посылочки ну давайте начнем вот с этой вот видите полностью заклеена вот вот да вот такая вот посылочка эта посылочка прилетела из польши из польши прилетела ну и вот давайте посмотрим что же есть а за курс закупил коллекцию давайте утром так и дербаним пакетик вот так вот вы наверно уже по формату поняли что я так предполагаю так отбрасываем вот так вот все упаковано в картоне да ребята кассеткам уже понятно да выезжает выезжает коробочный сама плотно так упаковали вы наверное уже все догадались да что это да ребята группа макс альбом to the maximum даже с наклеечкой такая пошарпанная коробочка конечно ну коробочка ладно в альбом макс явно гоняли хвост и гриву главное чтоб запись была неплохая только только international ну пленочка лежит не ровно надо будет кассетку пару раз промотать для тех кто смотрел мой обзор на группу макс компакт их был на канале вот он лежит был обзор на этот компакт диск на этот альбом в целом на группу макс в целом он у меня не звучит насколько вы помните на какой-то песни типа heart of stone там я не знали fight он меня зависает причем на любой аппаратуре просто все он стоп и все причем смотришь на диск вроде на диске ничего нету ну может микро микро какая-то там царапина есть и все не идет не знаю заказывать мне его другом варианте в общем решил я попалась кассетка по хорошей цене и я ее цепану сейчас я ее помотаю мотну туда-сюда и включим и в следующем видео если хотите я вам расскажу как она звучит вот такой вот буклетик макс не стал я заказывать макс у машины рекордс кстати посылка машины едет едет потом вам все расскажу когда будет обзор потому что решил я что но пластинка ну вот немножко порвана конечно здесь ладно не беда ничего страшного не сильно макс я думаю говорю кассета я думаю это гонялась хвост и гриву дай бог чтоб запись на ней было хорошее сохранилось хорошо вот и как бы урезанный вариант машины рекордс вообще не катит никак убрали кучу песен там песен 5 убрали за альбома блин зачем было так делать можно было разбить на два винила но тогда дорого никто бы не купил но не знаю я решил взять все вот на кассете такой артефакт прямиком из 94 в коллекции такие альбомы я думаю вы со мной согласитесь это милое дело перейдем дальше вторая посылочка тоже конверт формата уже тоже поняли что здесь да тоже кассетка эту кассетку я заказал в начале декабря попалась по хорошей цене и тут же вот опять же продавец мне сразу я только сделал заказ там спустя два часа там в течение двух часов продавец значит пишет слушай чувак извини я в отпуске смогу тебя отправить только пост в новом году уже если хочешь а те сейчас прям деньги верну и все я буду да ладно мне как бы не горит поэтому он такой ну окей потом он мне писал еще раз после рождества уже готовится с прошедшим рождеством я помню что ты ждешь но мол извини там за задержку я пишу что все нормально как бы мне не горит все хорошо и вот на этой неделе значит он в понедельник понедельник сразу после нового года до отправляет и в четверг я получаю эту посылочку из португалии очень быстро в четверг да мне утром почтальон уже приносит среда уже была в латвии идеально почтальон прямо мне принес вот видите португалия давайте рвем к пакет может быть он откроется вот так у нас и смотрим что же здесь здесь все по аналогии так вот приходит к сетке чтобы не побились тут еще на пупырочки что ребята догадались по цвету что это у меня здесь это вообще то есть попалась просто кассетка я когда увидел цены что есть я прям вообще не раздумывая не раздумывая ребята на новую она просто новая не было указано что она запечатана вот таких продавцов просто ну респект ну давайте тогда сделаем обзорчик это да ребят это группа лофт второй альбом future world но я в шоке бред посмотрите просто она просто новая наверхинка вот давайте и скрываем прям вот так вот вот прямо у вас на глазах вот эту снимаю пленку ну блин обалдеть группа лофт ребята future world альбомчик у меня теперь оба на кассете есть здорово и тут вот что мне нравится они держали марку ну красота же правда когда вот так подложились желтенькая кассетка неразборный корпус ну по красоте ну по красоте же приятно иметь в коллекции такой артефакт из девяносто пятого года еще и когда те приходит новая на полость но это вообще огонь идеальненько все новенькое вообще класс продавец это не указал что она минт она прям новая вот такая вот книжечка ну а группе лофт мы говорили ну а первом альбоме с вами мы говорили был обзор на канале я вам показал кассетку потом мы поговорим уже более подробно как-нибудь может быть ближайшее время о втором альбоме группе лофт ну и наверное на этом группа лофт у нас в принципе закончится потому что группа выпустила два альбома слушайте ну я прям доволен ну класс класс какая кассетка обязательно фотки в инстаграме будут я тонн и метод не сделал ребята знаю времени не было вот такие вот посылочки общем не пришли это вообще огонь прям новая при вас мы вместе с вами раскрыли макс выглядит вот так вот будет стоять на полочке круто ну и ребята давайте отписывайтесь мне по группе фейтлесс пишите какой на ваш взгляд лучший альбом любимый трек и так далее ну а на сегодня все воскресенье вышло вот такое видео вчера не было времени сегодня нашел для вас пару минут и вот такое видео записал так что ребята зарядите мне лайки поделитесь этим видео пишите комментарии ну а пока все пока